Ну что, привет-привет! Добро пожаловать! У нас долгожданный отпуск, мы уже выехали, у нас раннее утро. Наша первая остановка в Хорватии всего на несколько дней, а дальше мы едем в новые для нас места. Так, это у нас граница Чехии и Австрии. Я сажусь за руль, мне предстоит ехать около 4 часов, возможно дольше. Потом расскажу почему. Томак не может ехать через Австрию. Но границы как таковой, насколько я понимаю, нет. Нашей семье пополнение. Помимо этого весельчака, это макановый аромат. Такое дурацкое, что аж милое. Давай вперед, Захар! Мы наконец-то приехали. Пойдем. Наша первая остановка на несколько дней у Бранка в Апатии. Я искренне считаю, что в Хорватию нужно ехать на машине или как минимум арендовать ее уже на месте. Потому что только таким образом вы сможете увидеть все красоты, всю прелесть этой страны. И таких пляжей, как здесь, такого моря я не видела нигде. Я очень против таких разлетений. По-моему я сейчас от стресса выпил гимиш томак. Это вино с газированной водой. Не, а так высоко не треба! и я не прыгаю Пожалуй, наше лучшее приобретение этого лета это ласты. Ну, очки у нас и раньше были, но сейчас как-то они вообще так круто купаются, ныряют. У нас вообще-то уже без нарукавников плавает, но Тома хочет посмотреть рыбок и увага! Первые дни отпуска мы посвятили морю, купанию, загару и, конечно, посетили все наши любимые места. Если вы не впервые на моем канале, то наверняка уже узнаете эти виды. Это что-то необъяснимое. Ты вроде приезжаешь 15-20 раз в одно и то же место, ничего особо не меняется, но у тебя по-прежнему захватывает дух. И море здесь очень-очень чистое, иногда оно штормит, как попадешь. Конечно, на севере погода может быть переменчивой, но на юге очень редко идет дождь и даже море теплее. Единственная проблема это пляжи именно в апатии, потому что они здесь бетонные. Ну и с детьми, конечно, сложновато. Я помню, с Захаром маленьким были. Ой, это был отдых, после которого нужен был еще отдых. Разводила его на каждом шагу. Захар целенаправленно пришел со своими деньгами купить себе поп-ит. Наш папа вообще не в теме. Говорю, не признавайся, а то скажешь, что ты старый. Просто мы и наш гламурный отдых. Томик тащит все. Здесь вот если отъехать, то есть довольно крупная калька. Я в шлепках. Это один из наших самых любимых пляжей. Давно мы здесь не были. Мы находимся в местности Медгея. Здесь можно перекусить и лежаки арендовать, что-то купить в местном магазине. В общем, попытаемся расслабиться. Мой план на ближайший час. Журнал это новый ВОК. Я очень редко покупаю печатные издания, но как-то так захотелось. Буду стараться не сгореть. И тоже хочу найти место в тени. Потому что солнце жарит неимоверно, поэтому SPF 50. Ничего себе, что нашел Захар. К сожалению, он уже не живой. Но только посмотрите, какой он большой. Это краб. Моя ладошка. Клешни. Прям устрашающие. Вот там находится Игнат. Захар где-то спускается к нему. Томик нырнул и по ходу дела плывет к берегу. Мне кажется, что камера не передает цвет воды. Но поверьте мне на слово, что она такого лазурно-голубого цвета. И тропинка вообще вдоль берега. Очень приятно прогуляться, потому что здесь тень. Можно также присесть на лавочку, например, и послушать цикады. И, конечно же, кайфовать от моря. Моя мечта исполнилась. Италия. Чем занимаются дети? Захар клеит наклейки. Игнат что-то тоже рисует. Или клеит, или пишет. Не понятно. Но заняты. В этом году именно я настаивала на Италии. Томик настолько любит Хорватию, что он ездил бы туда хоть каждый год. Но мне интересно было и попутешествовать. Поэтому в этот раз мы сменим два региона в Тоскане. И есть что-то особенное. Побывав там хоть один раз, туда так и тянет обратно, как магнитом. А теперь приглашаю вас на небольшой рум-тур. Это очень старинное место. Конкретно наш апартамент не такой старый. Но я потом обязательно покажу вам зал. И также здесь одни из древнейших кипарисов в Италии. Итак, апартамент только для нас. Мы его снимали через booking. Томик, как всегда, там перечитал все отзывы. Мы в полнейшем в восторге. Ванная комната. Душевая кабина. Даже есть биде. Мы любим биде для всевозможных активностей домашних. Зеркало и каминное. Если кто-то захочет здесь перекусить, то есть стол, стулья. Но вообще, на самом деле, здесь живут хозяева. И 24 часа в сутки можно обращаться за всем, что угодно. Это полотенца, тапочки. У нас здесь бассейн, поэтому полотенца, конечно же, нам пригодятся. После моря нам нужно постирать наши. Камин мы не будем использовать. Но он здесь есть. Я думаю, что очень прикольно было бы приехать, например, в зимнее время года. Телевизор мы не будем включать. Все настолько круто подобрано. Я в полнейшем в восторге от деталей. Вот такая кухонька. Я не уверена, что мы здесь будем готовить. Тем более, что можно заказать обед или ужин. Завтрак у нас включен. Видите, декорации на стенах в виде тарелок. Очень необычно, но стильно, со вкусом. Мой глаз радуется. У детей отдельная мини-комната. Ну, просто спальное место. Я думаю, что очень прикольно. Мы сейчас будем как-то здесь располагаться. Томак носит вещи. И наша спальня. Все в таких приятных тонах. Здесь такой аромат. Я обязательно посмотрю, что за диффузор здесь стоит. Кровать двуспальная. Господи. Я люблю рассматривать все. Что не просто выглядит красиво. Но и какое качество материалов. И здесь все на уровне. Вот не обманули на букинге посетители. Тоже кондиционер. Здесь уголочек для меня. Можно будет собраться, нанести свой уход. И у нас здесь на три дня всего лишь. Но открывается дверь и сразу бассейн. И вид из каждого окна приблизительно такой. Это то, за что я люблю Тоскану. Ты мне принес штатив? Да, мама взяла штатив, чтобы мы с папой из-за фоток не развелись. Я, конечно, шучу. Но штатив прихватила. Я решила показать вам основное здание, потому что оно является главной достопримечательностью этого места. Первая регистрация была в 1200 году. Представляете? То есть она была постоянно там как-то реставрирована, немножко ее обновляли. И хозяева приобрели ее 4 года тому назад. Отремонтировали. Конечно, тут можно очень долго рассказывать о каждом элементе. Некоторым из них 700-600 лет, а некоторые более новые. Между прочим, это не брусья деревьев. Они находятся внутри, а сверху они покрыты цементом. И вот каждый элемент, типа как дерево, нарисован вручную и отреставрирован какое-то время тому назад. Здесь можно завтракать, ужинать, обедать. И, конечно, приятно находиться. Здесь все очень прохладно. На первом этаже располагается кухня, холл. А на втором уже какие-то там комнаты, апартаменты и часть хозяев. Слушайте, это прикол. Мы приехали в небольшой городок. Он не очень туристический. В основном здесь местные. И вообще-то понедельник, как бы наплыва клиентов нет. Сначала мы сидели в ресторане и минут сорок, наверное, ждали, когда нам принесут меню. Тома уже хотел идти в другое место. Мы оформили заказ и Тома сюда шел целенаправленно на стейк. Немножко уставший, поэтому аж язык заплетается. Вообще-то мы сегодня без обеда. Поэтому мы очень голодные. Пришли. Стейков нет. Стейки будут завтра. Он заказал что-то другое. Потом приходит официантка и говорит, этого нет, но возьмите. Тома не любит курицу. Получил курицу. Тома приехал в Тоскану есть курицу. И тоже говорит, этого нет, но возьмите другое. Будем что-то есть. Но, к счастью, ризотто с грибами, которые я заказывала. И курочка. Ням-ням. Почти стейк. Тосканский. Вкусно. Игнашка, тебе вкусно? Я могу дать. Ой. Пап, дай ему вилку. А у меня ризотто с грибочками. Мы с Томаком так разговаривали, что на 53 евро мы бы в Кракове так не поужинали. Было очень вкусно. И плюс алкоголь еще. Цена нормальная. Интересный факт. Я не знаю, почему так. Но в этой местности у всех при входе есть такие типа как шторки. Иногда они закрыты, иногда вот так красиво подвязаны. Так здорово смотрится, правда? Так прикольно, что наш апартамент прямо у бассейна. Он еще и с подсветкой. Цвета меняются. Но романтика не будет. Привет. Мы с вами еще вот так не виделись. Мы сейчас уже находимся в Италии. Я приношу свои глубочайшие извинения за то, что могут быть неполадки со звуком. Я спустя практически неделю решила просмотреть, что я там наснимала. И, к сожалению, камера новая. Поэтому я даже, честно говоря, не ожидала, что где-то может быть шум, где-то может быть слишком тихо. Но есть как есть. Там, где все совсем печально. Я вставила музыку и записала как бы закадровый голос. Надеюсь, что вы не против. И я продолжу снимать на эту камеру. Здесь должно быть все чуточку лучше. Хотя качество картинки мне гораздо больше нравится в Sony. Буду уже дома разбираться. Сейчас мне не хочется с этим заморачиваться. Так вот, мы приехали в отпуск. Получается, что на больше, чем две недели. И так как нам предстояла дальняя дорога, мы решили сначала остановиться на несколько дней в Хорватии. И потом уже только перебраться в Италию. Большую часть отпуска мы проведем здесь. Наверное, самый такой болезненный вопрос – это границы, тесты и прочее, прочее. Так как все меняется изо дня в день. И ты можешь вообще, в принципе, утром ехать и не будет никакой границы, никаких людей, которые будут устраивать мегапроверку. Но вечером, наоборот, могут проверить абсолютно все. Нам повезло в этом плане, потому что у нас посмотрели только паспорта, когда мы ехали из Словении в Хорватию. И когда въезжали из Хорватии в Словению, то вообще никто ничего не смотрел. У нас не требовали никаких тестов. Но вообще-то въезд в Италию только с прививками или же с тестами. И для детей это тоже как бы актуально. До 12-го года жизни мы смотрели обязательный тест ПЦР. Но по факту, когда мы пересекали границу уже в Евросоюзе, из Словении мы ехали, получается, в Италию, там вообще никого не было. Так что у нас никто ничего не запрашивал, так сказать. Поэтому детям мы тесты не делали, но у нас с мужем прививочные паспорта. Это что касается перемещения. Первые дни в Хорватии мы провели настолько активно. Была такая движуха, что у меня, честно говоря, не было времени вот так поставить камеру и спокойно пообщаться с вами, что-то рассказать, вообще поздороваться по-нормальному. Поэтому делаю это только сейчас. Я хочу вам сказать, что мы выбрали то жилье, в котором останавливались много лет подряд в Хорватии, по той причине, что у Томы какая-то такая вот необъяснимая связь с этим местом в апатии, в этих апартаментах. И для него было важно и в этот раз остановиться и подночевать там. Но мы поняли, что все-таки комфорт это очень важно, когда ты устал и в физическом, и в моральном плане. Поэтому последующие виллы у нас совершенно другого формата. Это, во-первых, вилла с довольно большой территорией, где можно и поиграть с мячом. Мы тут взяли какие-то развлекухи для детей. И также мы очень хотели побывать на море в Хорватии. Детям настолько понравилось. Они очень много ныряли, очень много плавали. И я думаю, что наш следующий отпуск будет именно на берегу моря. И это особый кайф, когда тебе не нужно катиться с горки на пляже совсем вот этим барахлом, которое тебе необходимо в течение дня. Потом поздно вечером ты приходишь в апартамент. Опять же, ты идешь под горку, переодеваешься, моешься уже поздно. Потом идешь в ресторан, большой наплыв людей. Поэтому ты долго ждешь вообще, чтобы присесть потом, чтобы получить свою еду. И когда ты возвращаешься, ты падаешь пластом. Именно так и было в нашем случае. Поэтому, если вы планируете поехать в Хорватию, то, конечно же, комфортным будет какое-то жилье, которое находится недалеко от пляжа. Например, в Рабаце есть такие отели семейные, где есть вообще пляж с песочком или с мелкой галькой. Да, вот если вам интересно, то в Хорватии в основном или бетонные пляжи, или крупная мелкая галька. Это тоже не всем нравится, но море настолько чистое, оно настолько освежающее, при том, что температура воздуха прямо аж горячая. Ты заходишь в море и так прохлаждаешься. Очень-очень кайфовые ощущения. Что касается питания в Хорватии, то я скажу вам честно, что есть какие-то места, где можно вкусно поесть, но очень много фастфудов, особенно в каких-то туристических городках. Поэтому по сравнению с Италией, конечно, питание в Хорватии хромает. Даже по сравнению с Польшей. По ценам все так же, как было в прошлом году. Отдых, мягко говоря, не дешевый. Особенно, если себе не отказывать ни в чем, как в Хорватии, так и в Италии. Я мечтала о Тоскане. Я бредила ее, можно сказать, еще в прошлом году. Но было, как было. Мы не знали, можно будет заехать в Италию или нет. Мы были на один день в Венеции, если вы помните, когда мы посеяли документы. И как только появилась такая возможность полноценно отдохнуть в Италии, то мы, конечно же, выбрали это направление. Тоскана – это, знаете, такой микс жемчужин архитектуры. Здесь так много всего интересного. Мне кажется, сюда можно приезжать и тысячу раз. Захар тут играется. И ты все равно не увидишь и не рассмотришь все то, что тебе хотелось бы. Здесь каждый уголок настолько восхитительный. Здесь мягкий климат. То есть днем здесь настолько тепло, что ты можешь позагорать. Ты можешь как-то там полежать на берегу моря, если вы выберете какую-то местность именно на побережье. Или же у бассейна, так как в нашем случае. А вечером прохладно и хочется набросить какую-то рубашку. Ты комфортно ходишь по улочкам любого города. И с тебя не течет все, ты не плавишься на ходу. И ночью также не обязательно включать кондиционер. У меня, к сожалению, простыло ухо от кондиционера в Хорватии. Поэтому кто молодец? Я молодец. Я взяла капли для уха и вот сейчас лечусь. Именно от кондиционера у меня была такая проблема. Я очень сильно расслабилась. Сегодня у нас такой клевый день. Мне даже захотелось подкраситься. Сейчас сижу, жду, когда высохнут мои волосы. Здесь у меня такая структура волос слегка вьющихся, как видите. Они выгорели немножечко на солнце. Так что я уже собралась на вечер. Мы поедем куда-то в город. Пока что не решили куда. Очень все на расслабоне. Нет никакого напряга. Вот в Хорватии было все так тук-тук-тук-тук, чтобы везде успеть. Потому что тут ты в соли, тут тебе нужно тянуть кучу всего на пляж. Такой отдых тоже имеет место быть. Но по тому, как я себя чувствую, я понимала, что мне нужно просто отлежаться где-то на природе. И вечером насладиться архитектурой, походить, поразглядывать все и вдохновиться. Тоскана – это то место, которое, наверное, в моем сердце будет навсегда. Помимо этого, здесь вкусно абсолютно все. Конечно, я себе продолжаю во многом отказывать. Но чтобы накормить детей – пицца, лазанья. Ну, вы сами знаете, что тут рассказывать об итальянской кухне. И Тоскана как раз славится своей простой кухней, но и из региональных продуктов. То есть многие продукты питания производятся именно здесь, выращиваются. И мы были под впечатлением еще два года тому назад. Так что настолько приятно вернуться сюда, в это место. И я немножечко сонная, потому что я готова спать здесь сутками. То ли свежий воздух, то ли сама атмосфера, то ли это настоящий отпуск, который позволяет тебе полностью расслабиться. У меня даже мысли как-то вообще не по полочкам, не по порядку. Мой мозг отказывается думать. И, да, поэтому я такая немножечко как бы где-то там мысля. Наверное, такой отпуск мне был очень-очень необходим. Этот месяц будет очень насыщенным на приятные события. И я даже словами не могу вам передать, насколько я рада всему происходящему. Такого давно не было. Вчера мы встречали закат, и мне хотелось буквально реветь от красоты, от природы, от того, что я отдыхаю. Ну, а сегодня вечером я поснимаю что-то. Мы сейчас находимся в местности, которая недалеко от Флоренции. Буквально там 30 минут. Еще один город Сан... Сан... Надо посмотреть. Я могу неправильно что-то произносить, но я никогда не учила итальянский. Поэтому я надеюсь, что вы мне это простите. Да, Томак сам все выбирал на букинге. Он у нас спец в этом деле. Он всегда перечитывает все отзывы. И оплачиваем мы тоже через букинг. Да, мы здесь не по приглашению отелей. Но, тем не менее, мне хотелось поделиться с вами не просто нашим отпуском, а информацией, да, что есть не просто большие отели, какие-то туристические, а можно самому запланировать путешествие таким образом, чтобы было и интересно, и комфортно, и разнообразно. И впереди еще очень-очень много всего интересного и того, о чем я реально мечтала. Раньше всегда, когда я думала о Тоскане, я представляла ее себе приблизительно так. Но в реальности так и оказалось. Наши планы изменились. Сейчас мы приехали в город под названием Сан-Джименьяно. Я покажу вам его особенность. Архитектурные изюминки этого города являются башни. Говорят, что много лет тому назад их было 70 и даже больше, но до наших дней сохранилось только 14. Их строили зажиточные семьи для того, чтобы подчеркнуть свой социальный статус. И вот казалось бы, что многие города находятся на одной территории в Тоскане, но все они абсолютно разные. Мне кажется, я похудею в этом отпуске, потому что ем мало. И еще, смотрите, на ночь белок и... И что? Грибы что это? Неважно. Это мой ужин. Томак получил бургер. Заказал стейк. Они здесь такое любят. Заказываешь, приходишь, типа, нет, мы вам дадим другое. Поэтому, ой, сегодня снова без стейка. Между прочим, стейк подают с разными соусами. Вкусно? Не обманули? Томака немножко облили соусом, но зато попшикали каким-то спреем. Я не знаю. Нам везет. Вот ни за что не догадаетесь, куда мы сейчас... Меня второнилась собака. Мы направляемся искать самое вкусное мороженое в мире. И это не просто какие-то слухи, они являются чемпионами. Это место мне советовали очень многие, поэтому путь. Мне очень нравится, когда в таких местах, акустически, кто-то начинает петь или играть. Все останавливаются или садятся послушать. Здорово, правда? Сюда стоит очередь. Что-то должно в этом быть. Поэтому мы будем торчать здесь до посинения, пока не попробуем мороженое. Говорят, собачке здесь очень жарко. Мы безумно скучаем по Мике. Ну, совсем скоро мы увидимся с ней. Покажи голливудскую улыбку. У нас выпали передние зубы. Видите, я вас не обманываю. Скоро уже подойдет наша очередь. Потом скажу вам, как оно. Только посмотрите, сколько у них всевозможных наград. Фотографии со знаменитостями. Мне суперинтересно. Какие вкусы. Даже есть с овощами итальянскими. Вот это да. Пробуем. Фисташковые. По вкусу, как действительно фисташки с чем-то сливочным. Очень-очень. Это ореховая. Тоже бомба. Лесной орех. Клубника. Блин. Это реально очень вкусно. Еще раз повторюсь, как здорово, что мы с вами на связи в инстаграме. Девчонки мне писали, что мы должны попробовать вино с вот таким названием. То есть, опять же, местного производства. И здесь столько. Я думала, это какое-то одно. Это белое вино. Мы взяли одно на пробу. То есть, помимо кьянти есть еще что-то интересненькое. Окей. Конечно, здесь столько деликатесов, что просто можно сойти с ума. В моем обязательном списке покупок есть мед с трюфелем. Я вам обещаю, что ради этого можно потом худеть. Я обязательно покажу вам покупки уже, наверное, в конце влога или когда вернемся домой. Друзья, спасибо вам за просмотр, за пальчик вверх. В следующем влоге будет все самое интересное. Так что встречаемся уже совсем скоро. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова